Всем привет, граждане танкисты, с вами Драгин и добро пожаловать на второй выпуск рубрики Назабив. И огромнейшее спасибо за то, что так радужно приняли эту рубрику и набрали под первым выпуском более 100 лайков. Так держать! Для тех, кто не знаком с данной рубрикой, сейчас объясню. В ней я беру различные танки, которые в той или иной степени могут конкурировать друг с другом. После мы выявляем лучшего из лучших. И давайте так, как только на этом ролике наберется 100 лайков, я начинаю делать третий выпуск рубрики Назабив. Думаю, с этим у вас не возникнет проблем. Ну а в сегодняшнем Забиве у нас будут два довольно популярных танка среди игроков. Встречайте! Немецкий быстрый июлький Леопард А1А1 и легендарный советский средний танк Т-62. Что же лучше? Отличная мобильность и вооружение, но при этом скудное бронирование. Или же наличие всего, но в меру. Давайте разбираться. Первый раунд. Мобильность. Максимальная скорость лучшего Леопарда. 72 км в час и 56 у 62. Скорость заднего хода также лучше у немца. И составляет 28 км в час против стандартных советских и, к сожалению, скудных 8 км в час. Двигатель мощнее у немца. 1584 лошадиных силы и 1107 у Т-62. И даже в массе Леопард превзошел своего оппонента. 42,4 тонны против 37 у Т-62. Тем не менее, удельная мощность лучше у немца. 37,4 лошадиных силы на тонну против 29 и 9 у 62. Скорость поворота корпуса и башни также отходит Леопарду. 40 и 24 градуса в секунду против 30 и 16 у совета. Здесь просто в сухую забирает балл Леопарда 1а1. Все-таки не зря немцы славятся отличной динамикой. А счет тем временем становится 1-0 в пользу немца. Погнали дальше. Второй раунд. Вооружение. Калибр орудия больше у Т-62. 115 мм и 105 у Леопарда. Пробитие лучше также у совета. 350 мм на оперенных подкалиберных снарядах и 440 мм на кумулятивных. Против 340 и 400 у немца. А вот перезарядка лучше у Леопарда. 6,7 секунд против 9,2 у Т-62. Углы вертикальной наводки тоже лучше у Леопарда. Комфортный минус 9 градусов вниз и минус 6 у совета. Что ж, в этом раунде думаю будет справедливо дать каждому из участников по одному баллу. Все-таки у обоих танков орудия неплохие. И счет становится 2-1. Пока что лидирует немец. Погнали дальше. Третий раунд. Броня. Ну здесь-то точно совок должен себя проявить. Лоб корпуса лучше у 62. 100 мм и 70 у Леопарда. Борт и кармат также лучше у совета. 80 и 45 мм против 35 и 25 у немца. Лоб башни у 62-ки это настоящая крепость. А значит и в разы лучше. 200 мм против 65 у Леопарда. Борт и карма башни также лучше у совета. 160 и 65 мм против 45 и 52 у немца. Здесь что по цифрам, что в рандоме броня однозначно лучше у Т-62. А это значит, что в этом раунде балл забирает именно совок. А теперь погнали в рандом, а после я выскажу свое мнение по поводу этих танков. Итак, господа, первый бой. Мы на карте Американская пустыня и у нас одна лишь точка. Если честно, не знаю пока что мы будем делать. В принципе, хорошо, что тут в основном игроки, а не боты. То писали бы, что я только против ботов умею играть. А если честно, в принципе-то расклад, думаю, понятен. И если у нас будут тиммейты довольно-таки нормальные, неглупые, то нам не составит, наверное, труда как раз-таки затощить. Понимаете? Оп. Да, нормально, урон, то есть, не прошел. Но тут вопрос другой. Он меня, в принципе, кумулятивами, я не думаю, что должен как-то пробить. Опасный, на самом деле, ход. Так, ну по нему урон что-то максимально не проходит, я не знаю. Ну давай. Он сам попасть-то не может. Я ему в орудие попал, ну нормально. Пробить, конечно, я нихрена не смогу. Хотя на таком расстоянии он может меня легко уничтожить. А, ну понятно, по нему еще почему-то максимально странно проходит урон. В том плане, что он был прозрачным. Нормально? Так, там вот, кстати, и Т1. Повезло, под такими дикими углами его пробить. На самом-то деле, что-то происходит, я вообще не понимаю. Можно, к слову, Леопардика забрать? Ну, в боекладку, конечно, не попал, но тем не менее, его сейчас за меня заберут. Скорее всего, да? Да нет, не заберут. Ну и зачем ты встаешь? Да, я понял, он мне решил килл не дать и сам, как бы... Сам, как бы, не очень-то и умный человек. В принципе, у него нет мехвода, у него нет наводчика. Так, ну да. Нет, ты меня, конечно, ты можешь меня пробить, но не думаю. В принципе, можно... Куда ему можно выстрелить? Можно выстрелить, в принципе, сюда и вывести экипаж. Так, где-то там товарищи стояли. Ну, в принципе, точка за нами, меня это радует. Опа! Блин, вот это на самом деле плохо. То, что мы горим. Опа! Все, получил бочину. И на этом наша игра закончена. У нас еще одна жизнь есть, в принципе. Дублеры позволяют, а точнее наличие. Да. Все-таки у советов не всегда ваншот. Ну, у них в ЛД делает ваншотик. Тем не менее, у нас есть отличная... Да, боже мой. С одной стороны мехвода у него нет, это очень хорошо. С другой стороны я рассчитывал совсем на другое. Через гуслюк пробью, пробью. Экипаж выведен из строя. Так, у нас точку А уже опять захватывает. Не прошло, наверное, даже минуты, у нас ее уже забирают. Напускали дымы, не знаю для чего. Потому что, в принципе, шансов там нет. Цель. Ну... М-60. Конечно, большой товарищ. Это... А как он там? Как он туда вообще забрался? Это вообще справедливо. Так, там стоит Т-55А. Максимально зря он это сделал. Я не знаю. Леопард полетел, решил стать пилотом? Или что? Типа, не знаю. Вопрос довольно хороший. Так, ну там, походу, все сдохли. И это, в принципе, чистейшая правда. Советы опять погибли. Не, ну я бы не сказал, что какой-то больно интересный видос. Бой получился. Кайф. Кайф. Я думал, почему-то не будет как раз три урона по нему. Но оказалось... Ну куда ты едешь, расскажи мне, пожалуйста. Друг ты мой. Вот друг. У нас есть еще вот там где-то противник. И, в принципе, раз М-60 едет первый, то у нас все шансы... Там кто был? Я даже не пойму. Ну, погнали на Леопарде поиграем. Карта Япония. Это значит, что на Леопарде нужно срочно занимать точку Б, пока туда не приехали противники. Потому что именно оттуда мы сейчас, в принципе, должны попробовать нагибать. Кстати, время суток довольно-таки неплохое. Неплохое, да, конечно, с моей ездой в первые на точку Б мы навряд ли доедем. Тем не менее, попытаться стоит. Так, у нас, я так понимаю, одни боты, что ли, или что? Ну, скорее всего, сейчас... Хотя нет, не все. У нас, в принципе, углы наводки УВН должны быть. Так, он сейчас будет прятаться. Так, можно сбить просто пока что преграды. Так, ну, на движок поставим для начала, да? Для начала на движок, а после что? Привет, стреляй в меня. Давай. Ну, да. В принципе, это было... Я на это и рассчитывал, что он по глупости что-то как-то выстрелит. Смотрите. Стоит и не боится. Вот, а это на самом деле минус. Кстати, скорость назад довольно-таки приятная. Это, конечно, неинверсированная коробка, в которой ты можешь ехать задом как вперед. Вот, это немножко другое. Ты можешь ехать 25, по-моему, километров у нас же, да, вперед. Так. Ну, в принципе, неплохо. Минус мехвод. Я не понимаю, чего они стоят. Нормально. Мы будем разбирать сейчас. Опа, смотрите. Минус у него там боевкладочка. Да. Так, и еще М48 едет. Не, ну, слушайте, это... Это просто прекрасно. Опа. Просто как на парад выехали. Я думаю, пора... Оп. Нам бы еще вот советовал брать. А то он мешает. Хотя, в принципе... Ладно, давайте уничтожим его. Все. Его больше нет. Так, там, кстати, вот этот... Бакас надо уничтожить его. Я, кстати, не понял, куда я стрельнул. Стрельнул. Но... Он долго задерживаться тоже не стоил. А, ну, я понял. Я навряд ли что-то ему сделаю, потому что у него там... Можно в пиксель попробовать выстрелить? Нет. Я хрен знает, это вообще есть смысл куда-то в него, ему там стрелять. Это... Уже уведомления какие-то, я понял. Это был определенный смысл. Постой. Там сейчас замедлится тот ботик. Нормально, выдержали. Так, минус один. Второй, в принципе, умер. Сбоку никого нет. Ну, в принципе, точка Б, она довольно... Тихо, ты постой пока что. Ну, хотя навряд вам будет... Так, вот эта проблема. Игрок на леопарде. Долго целился. И, в принципе, меня это как раз-таки спасло. Да, господи. Ну, я, кстати, на движок его поставил. Там просто, видите, игрок еще есть. Привет. У тебя груди это нету, да? Ну, к сожалению, к сожалению. Так, нам надо смотреть вот за той точкой, потому что там могут быть красавцы, которые... Нормально. Ой-ой-ой. Вот это, кстати, от Бекаса. Он еще и жив до сих пор. Я его сколько раз? Я его два раза, по-моему, уничтожил. Так, ну там боты. В принципе, они мне особо ничего не должны сделать. Но... Ты постой. Так, мне его на орудие, я так понимаю, решил снести. Я понял. Он, походу, знает то, что у меня... Да. Если сейчас он... Меня уничтожит, это, конечно, будет жесть. Так, но у него нет мехвода. У него нет мехвода. Я думаю, он навряд ли знает о той фишке, о той фишке, о том, что тут есть. Да. Он не знал об этом, что здесь есть просто стрел. Так, я не успею, скорее всего, его уничтожить. Успел. Так, нам у нас точку С захватывают, между прочим. Я думаю, что на это надо как-то реагировать, но... Да, моя скорость стрельбы желает просто лучшего. Ну, хрен знает. Не, ну это солянка на самом деле. И боты, и игроки. Но, в целом, мы изначально заняли выгодную позицию для нас. То есть, точка B на карте Японии, это, мне кажется, основа всех основ. Если ты ее захватил, ты, в принципе, на 100% можешь... Ну, по крайней мере, хотя бы не на 100%, но... Можешь одержать победу. Так, сейчас вот здесь закроем все дымами, чтобы нас сложнее было вычислить. И, в принципе, вот так вот, хоп. Все, и за камешек. И, в целом, довольно-таки... Ну, точка за нами, все три точки будут забраны именно нами. И это очень хорошо. Убивали, в принципе, и ботов, и игроков. Я, в принципе, старался на ботов особого внимания не обращать, а уничтожать как раз-таки игроков. Финальный счет 2-2. А это значит, что в сегодняшнем забиве победила крепкая дружба танкистов. В принципе, так и должно было быть. Оба танка являются довольно сильными аппаратами. В какой-то ситуации лучше Леопарда 1а1, в какой-то Т-62. Могу сказать одно. В умелых руках, что немец, что совок, будет страшным противником и довольно крутым союзником. А уже что лучше, сбалансированность или подвижность в совокупности с хорошим вооружением, зависит от вашего стиля игры. А на этом у меня все. Еще раз напомню, что как только на этом ролике наберется 100 лайков, я начну делать следующий выпуск рубрики Назабив. Всем спасибо за просмотр и всем пока!